Глава Владивостока поставил точку в вопросе о мусоросжигательном заводе в районе Снеговой Пади. Виталий Веркиенко в очередной раз побывал на предприятии и, не получив внятных и реалистичных планов по его модернизации, принял решение закрыть завод, подчеркнув, что это решение обсуждено с главой региона Андреем Тарасенко. Напомню, мусоросжигательный завод на Бородинской – это промышленная площадка «Спецзавод номер один». Он был построен в 1979 году. Сейчас предприятие обезвреживает только 30% от общего объема твердых коммунальных отходов города. При этом после процесса сжигания образуется 20% отходов в виде золы шлаков, которые вместе с частью городского мусора увозятся на полигон. Осмотрев мусоросжигательный завод, глава города отметил. «Текущая ситуация плачевна. Экономическая деятельность предприятия слаба для перевооружения производств. Но самое важное – это вопросы экологии. Я проводил в том числе консультации с медиками, которые также указывают на необходимость прекратить сжигать мусор из-за негативного влияния на здоровье жителей, отмечая рост легочных заболеваний в целом по региону. Не нужно усугублять ситуацию, мы должны защищать жителей города от чадящего муниципального имущества». У мусоросжигательного завода две задачи. Первая – снижение объема мусора в городе. Этот вопрос решится при создании третьей карты полигона для захоронения мусора. И вторая задача – отопление района, которое уже сейчас ДГК может выполнить без помощи завода. Виталий Веркиенко дал ответственным специалистам неделю на проработку плана действий по закрытию мусоросжигательного завода с учетом всех рисков и необходимых для этого ресурсов. «Мы не имеем права на поддержку сложившейся экологической вакханалии. У нас с губернатором единая позиция на этот счет – завод необходимо закрыть. Причем до начала нового учебного года, когда большинство детей вернется с летних каникул. Вопрос только в том, как ускорить работы по созданию третьей карты на полигоне в районе Горностая, открыть временную карту, а также наладить вывоз и утилизацию мусора на этот полигон. В ближайшее время обсудим с Андреем Владимировичем эти моменты», – подчеркнул Виталий Веркиенко.